МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне кажется, это очень важная для нашего города, да и не только города, а, наверное, даже региона, постановка. Я хочу процитировать Александра Галушко, который отметил, цитирую, «Мужество, доблесть и честь русских моряков и каждого зрителя. Их подвиг, столь талантливо воспетые в вашем спектакле, наполняют сердце каждого зрителя гордостью за свое отечество». Да я это мечтал. Мне бы хотелось, чтобы вы как-то это прокомментировали. Также вам ведь и знак отличия за заслуги по развитию Дальнего Востока за этот спектакль вручили. Нет, не очень приятно, но вот вы упоминали фамилию Галушка, это министр дальневосточного развития, но это он был автором идеи постановки спектакля Крейсера. Я бы не взялся, ну, как-то не так просто. Это роман, трудно перевести на язык сцены, но тем не менее, значит, мы вдруг неожиданно, репетируя, писали роман прямо на сцене. Неожиданно туда вошли три курса студентов, которые пришли такие разгальдяя бля-бля-баба, и спустя вот три месяца вдруг в них появилась стать, осанка. И самое главное, мне кажется, что внутренняя гордость и наполнение то, что они живут вот в нашем граде Владивостока. Потом это же изначально, в принципе, должно было принести благополучный результат, потому что каждый второй или каждый первый здесь носит погоны или носил погоны, или семья рыбака, моряка и так далее. Поэтому, конечно, самые грандиозные приемы были здесь, во Владивостоке. Мы сыграли вот сейчас уже почти 40 аншлагов, он идет на аншлагах. Это очень трудно поверить в ту историю, что вроде это политическое, вроде эта история не любовь, там, мелодрама или мюзикл, а вот однозначный прием приморских жителей и зрителей. У нас был очень хороший прием и в Москве, но я видел, что там все-таки была в основном диаспора дальневосточная, Владивостокская, и они так нас там активно поддерживали. Но вот здесь, здесь, здесь такого еще вот... Может быть, поминальная молитва собирала вот так. Она идет уже 17 лет. Поэтому вот я рассказал вам все. И спасибо. Спектакль отметили в этом году. Мы с Валей Запорожцем, это исполнительно главная роль, вот поделили радость вот эту, значит, этой наградой и коллектив театра. Это неприятно и лестно сказать спасибо вам, мои коллеги, трупы, художники и весь театр, за то, что мы имели такую возможность сделать знаметным спектакль «Крысыра». Хочется поговорить о премьере, которая закроет театральный сезон 84-й. Это спектакль у Бадит Пиаф, о великой певице. Расскажите о нем. Вообще-то очень здорово, что сезон закрывается премьерой. Ну, вообще, это не закрытие сезона. Это не поправляю тебя. Это продолжение сезона. Потому что мы уезжаем на гастроли, о которых, я думаю, ты меня спросишь. Безусловно. Поэтому это спектакль июня, да, но это последняя премьера этого театрального сезона. Да, ты права. Эдит Пиаф, когда-то на малой сцене, Анатолий Бугреев, «Царство небесное», великолепный артист, большой артист, поставил Эдит Пиаф с Ларисой Белобровой. Она играла, где он назывался «Моя соперница смерти». И когда Вадим Данцегер, талантливый человек, который здесь поставил много спектаклей, московский режиссер, да, он поставил Достоевского, он поставил «Женить бы сейчас Гоголя», он поставил «Довлатова», и он предлагал мне еще какие-то названия. Я говорю, а вот не могли бы вы вот взяться за Эдит Пиаф? Мне почему-то... Вообще у меня огромные впечатления от встречи с Дробышевой. Но это было лет 40 назад, театр Моссовета, и она играла Эдит Пиаф. И он, да, вдруг неожиданно с удовольствием взялся за эту историю. И мы вот... Пьесу написала драматург специально для театра. Я ее посмотрел, почитал. Там, значит, интересные... Ну, вы знаете, все, что связано с Эдит Пиаф, все интересно. Мне кажется, что вообще все, что связано с личностью огромной, это все интересно. Мы сейчас на малой сцене смех Лангусты, да, Сара Бернар. Ну, понимаете, все это вызывает... Я посмотрел недавно фильм, может быть, это не имеет отношения к нашему разговору, но я посмотрел фильм о личностях, которые в продолжении создают интерес. Это человек, познавший бесконечность. Если ты не видел, ты посмотри, пожалуйста, о математике, ушедшем из жизни в 35 лет, ну и так далее. Поэтому история, которая... Ты хочешь быть похожим на них, ты хочешь продолжателем быть, ты хочешь быть рассказчиком о времени, который Эдит Пиаф жила, реализовывала, ты хочешь, чтобы театр был просветительским театром. И это тогда вот есть... Играет Наташа Овчинникова. У нее есть один великолепный дар, помимо того, что она красивая женщина. Умничательная вокальная способность. Вот поэтому Лариса Белоброва обладала голосом, она пела тоже в спектаклях, во всех мюзиклах, понимаете. И в джазе только девушки, и My Far Lady. А вот сейчас это Наташа. Но я жду, что вы... Она поет на французском. Вадим пригласил свою супругу, она владеет французским языком, она владеет вокалом. Вот они сейчас... Не знаю, я почему-то уверен в том, что... Это будет успешная постановка. Ну, что это произойдет? Потому что сильное имя Эдит Пиаф, восхитительное ее произведение и большой интерес нас и с тобой в том числе к тому, что мы делаем. Это действительно уникальная судьба и такая же, как уникальная, как и судьба Сары Бернар, о которой мы немножко уже сегодня говорили. Смех лангуст — это малая сцена. Можете чуть-чуть побольше рассказать об этом спектакле. Это постановка Николая Тимошенко. Да, ну, это постановка Николая Петровича Тимошенко. Я был там, я должен тоже себя чуть-чуть, что я имею к этому отношение, а то как же, да? Я там был руководителем постановки, я много не мешал и не работал, но так неделю я к ним зашел, и я уже увидел готовый спектакль. Я уже увидел, что Ира Кулешова и Женя Вейгель, конечно, восхитительная пара. И номер один, что они друг друга подталкивают и дополняют, и тогда создает Ира. Вы знаете, редко создавали этот грандиозный образ Ары Бернар, да еще на малой сцене, да еще где зритель, как я с вами. Я очень рад, я очень рад, потому что Ира выиграла вдруг новое движение в театре и себя на театральной сцене вот этим спектаклем. Поэтому Николай Петрович, я думаю, мы тоже с ним продолжим. У него есть такие манки к режиссуре, и он ставил сказку на сцене большой. Поэтому, кроме того, что попробуйте купить билеты в будущем сезоне, потому что всего 50 мест, потому что малая сцена, и прийти посмотреть. Прекрасное зрелище. Мы были на репетиции еще тогда, накануне премьеры, нам говорили, что все места уже раскуплены. Вряд ли вы попадете, вы делали специальные показы для журналистов. Спасибо вам за это большое. Ну да, но из-за того, что сцена мала, да, 50 мест. Но интерес к малой сцене большой. Вернемся на большую сцену, тоже еще одна премьера этого сезона, к юбилею Александра Вампилова, к 80-летию. Прошлым летом в Чулимске. Да. Спектакль Виктора Васильевича Бусаренко. Вы знаете, что здесь история тоже достаточно понятная и прозрачная, потому что Вампилов – это мое время. Вампилов – это 80-е годы. Вампилов – это когда появилась новая волна драматургии и первая утиная охота, которая была серьезно-серьезно запрещена. И Олегу Ефремову надо было поставить утинную охоту, но за это надо было поставить Столевара еще. Понимаешь, раньше что «Ченч» надо было обязательно датскую пьесу поставить. Ну, а потом фильмы же видели у Тины с Далем, правда. И для меня Вампилов – это драматургия, которая была в театре. И раньше это были… Что-то это был какой-то номинал… А, это было… Я привозил из Иркутска режиссера, он ставил про прощание в июне. Но спектакль как-то вот не очень получился и прошел. И вот сейчас возник Виктор Васильевич. Виктор Васильевич Бусаренко, потому что когда-то работал в этом театре режиссера. Виктор Васильевич – мой однокурсник. Мы с ним закончили Академию искусств, тогда Институт искусств. И я сегодня скажу, если это позволительно для передачи, Витя создал свой театр «Кукол». Понимаете? Театр крайне серьезный театр. Мощный и красивый. И Виктор – интеллектуал. Он и режиссер интеллектуал, и постановщик. Об этом я сказал, когда-то, это уже не секрет, Виктор ставил эту пьесу в Театре юного зрителя в Тюзи. Это, если я не ошибаюсь, даже был первый спектакль. Да, в Тюзи. И я говорю, Витя, что ты хочешь поставить? Ну, вот так, это, это, это. Я говорю, а вот хочешь, я ее вот видел, поставь. Ой, да, конечно. И вот на сцене возникла. Есть одна история, она имеет свое и благополучие, и сложности. Там занята вся молодая труппа. Там заняты актеры, которые вот недавно пришли в театр, или вот-вот пришли в театр. И это для них такой интересный маршрут и порог испытания. Но я не могу судить интересы зрителей, потому что это зритель каждый по-своему представляет. Но у нас хорошо посещает, и спектакль так пользуется благополучием. Я, в первую очередь, это связано, что произошло единение режиссура, молодые актеры. И номер один талантище рано ушедшего из жизни, так, драматически погибшего. Это Вампилова, вы понимаете, он утонул в Байкале, значит, перевернулась лодка и так далее. Вот это про этот спектакль. Большие гастроли. Это серьезная программа 2017 года. Более трехсот постановок театральных пройдут по всей стране. И Вы везете сразу же после закрытия сезона в Москву четыре наших постановки. Едете на гастроли туда, а к нам приезжает губернский Московский театр Сергея Безрукова. Да, а ты знаешь, что столько ездит, я правда не знаю. Триста театров? Да, триста не театров, триста спектаклей должны дать. Триста спектаклей. Интересно, я буду теперь этим пользоваться. Ты разрешаешь? Конечно. Мы так поговорили. В прошлом году я принимал театр Маяковского. Условия достаточно сложные, потому что государство финансирует дорогу, декорации, а я как принимающая сторона театр Горького забирает, зарабатывает все деньги с их спектаклей, оклинувая должен, реклама, транспорт, отель и так далее. Расходы составляют очень большую сумму. Я переживал, будет ли сбор хотя бы, чтобы пройти по нолям или закрыть гастроль. Нет, все получилось с театром Маяковского. И тогда, вот так в разговоре, как с тобой, мы сидели с Центром гастрольной поддержки и разговаривали. Я говорю, а вот если бы Сергей Безруков мне это позволить сказать, то он очень товарищ хороший. Мы обожаем и любим, и достаточно хорошо относимся друг к другу. Я говорю, а вот губернский бы театр тогда привезти. Они сразу сказали, да. Я думаю, что вот театр Маяковского показал, что мы можем принять и можем нести ответственность и держим удар. Ответственность, да, поэтому. А я говорю, тогда паритет. Ну, поскольку надо же хитрить иногда, нельзя же просто на театре. Я говорю, а вот тогда вот как бы нам на паритете оказаться в столице нашей Родины. И они говорят, да. Да, но надо пройти определенный там, знаешь, все-таки кто-то принимает решение. Да, нет, почему и так далее. Но вот мы оказались грандиозными. Я думаю, что я еще апеллировал, и может быть, это чуть-чуть такое кокетство было. Но нам 85 лет. Поэтому театр заслуживает, помимо того, что это театр Горького, и он заслуживает в канун своего 85-летия представить свои спектакли. Да, мы везем в Театре Российской Армии, мы везем спектакль Крисера, о котором ты сегодня сказала, и его ждут. И у меня нет сомнений, что что-то будет иначе. Я везу «Забыть гиростраты», моя предпоследняя премьера, новая, которую мы сделали, это Григорий Горин. Можно только низко поклониться этому автору, поскольку тоже его знал, и он работал с театром. И поминальная молитва, которая идет, уже тоже я говорил, почти 17 лет. И также «Стена». Да, и спектакль «Стена». Да, вот четыре спектакля мы покажем, значит, на гастролях в Москве. Ну, я знаю, что в Москве наш театр очень любят. Ты знаешь, я бы был скромнее, вот когда я говорю о себе, потому что сегодня любят только себя в Москве. Вот я так хочу сказать тебе, потому что сегодня каждый более талантливый, но они как-то занимаются много, не обижая бы никого, самовыявлением. Поэтому мне кажется, что режиссура, там, вероятно, большая, знаешь, как это, конкуренция среди режиссеров, среди… И вот они вынуждены что-то такое создавать необыкновенно, но иногда это необыкновенно не всегда становится произведением искусства. Вот. А нас любят… Нас тут дальневосточники. Ну, вот что… Я здесь тоже недолго живу, всего там 70 лет. И я хочу сказать, что диаспора Владивостокская, она номер один. А потом ведь мы обросли друзьями за эти 85 лет, вот я в театре худруком 35 лет почти, поэтому связи, знакомства, антрепризы, которые приезжие, кинофестивали, и вокруг театра, и вокруг имени, и вокруг артиста возникает аура, доброты, тепло… Знаешь, мы во Владивостоке живем по-другому. Когда приезжают сюда во Владивосток, антрепризы летят, и говорят, да, мы вот к Фиме едем. О, Фиме… А, да, кто принимает Фиме? О, да, уля. Я чуть-чуть утрирую, может быть, это не должно говорить, но это так. Нас любят. Так и есть. Да, но мы дальневосточный характер, правда? Да, Ефим Семенович, я немножко упомянула сейчас с кинофестивалем Редяны Тихова. Начали уже подготовку. Расскажите нам что-нибудь. Ну, тут история достаточно простая. Она стала простой, когда губернатор края вдруг позволил себе продлить эту историю, не остановить, а вот дать новые движения, новые маршруты. Поэтому это надо сказать, поблагодарить и сказать спасибо. Нельзя быть ванкуртами, знаешь, люди без памяти. Поэтому подготовка к этому фестивалю, ему тоже 15 лет. Юбилейный, да. У нас все юбилейный. Юбилейный. Так это же замечательно. Теперь надо только жить. Значит, подготовка идет к этому празднику всегда. Потому что, когда ты заканчиваешь фестиваль, и это не слова, то уже через неделю или через две надо начинать с новой маршрута. Вы понимаете, тысяча фильмов. Их же надо набрать, их же надо увидеть, их же надо просмотреть. Это целая команда работает здесь круглый год. Может быть, отдых у них сентябрь, после кинофестиваля, который какое-то время. Но это очень мощные команды. За эти годы выросли, стали крепостью фестиваля. Значит, на сегодняшний день уже просмотрено 600 фильмов. Это очень много. А сегодня май. А сейчас еще впереди Каннский кинофестиваль, и Кинотавр, и Московский кинофестиваль, которые нам восполнят наши. У нас есть определенные свои сложности. Потому что мы неожиданно оказались то на Русском острове, когда я вернулся во фестиваль, вот три года. Русский остров оказался для кинофестиваля. Те залы ДВФУ не очень комфортные. И я это разделяю. Потом мы оказались в театре оперы и балета. Но там есть тоже свои сложности. Потому что, чтобы... Вот я пять месяцев назад написал письмо Георгиеву на предмет того, что дайте разрешение, чтобы провести там в аренду зал. Дайте. Но, наверное, до него все доходит дольше, чем пять месяцев. Потому что они великие люди, понимаешь? И нам нет ответа. Вот. И я подумал, что тогда мы больше не будем, значит, попрошайничать. Или просто допускаем, если что, ему это даже не передали. Может быть, боятся настолько, что и не передали даже. То есть, возможно, смена площадки? Я хочу уйти теперь в кинотеатр «Океан» и вернуть то, что было, когда мы это затевали в 2003 году. Там есть одна сложность. Она заключается в том, что там всего 500 мест. Поэтому будет много обиженных, много огорченных. Потому что мы не будем просто так раздавать билеты по разнарядке. Администрация города, администрация края и так далее. Поэтому вот люди должны быть готовы, что кто-то будет обижен. Но ничего мы не можем сделать. 500 мест. То есть, мы решили, что... Я подумал, что в зале можно сделать открытие. Это большой зал, это лестница грандиозная. Теперь звезд аллею открыли. А дальше трансляцию сделаем для всех любителей. Поставим два зала еще на 200 мест и на 100 мест. Поставим экраны. И все могут смотреть церемонию открытия. И в фойе кинотеатра сделаем. Конечно, это не присутствие в зрительном зале. Но мне кажется, что бокала в шампанске можно смотреть, находясь в ауре кинотеатра «Океан». Есть такие серьезные мысли. Ну, это неплохо. Я думаю, даже наоборот, кинофестиваль вернется на свою историческую площадку. Девочка, отлично. Только 500 мест. Потом, ну, тебя интересует, наверное, кто приедет. Ну, если вы можете нам рассказать. Нет, я пока не могу говорить. Я только скажу, что кинотуры уже все решены. Известнейшие актеры театра, кино, но они все уже на маршрутах. Это снова будет огромное количество встреч со всем приморским зрителем. Это стало уже нормой. Я вот сегодня подписал ходатайство ко всем главам городов, поселений. Что там встречают фантастически. И я могу только сказать, что мы еще не определились с президентом кинофестиваля. И мы еще не определились с председателем жюри. Жюри главное сформировано. Жюри фипреси – это международное жюри сформировано. И жюри нетпак – это азиатского сформировано. Теперь вот надо определить, кто возьмет на себя ответственность. Скажет, ладно, пойду-ка я президентом в этот… На юбилейный кинофестиваль. Да, на юбилейный кинофестиваль. У нас есть, мы ведем переговоры и так далее. Вот. И приедет актриса, которую я очень люблю, которую любят зрители, которая старшее поколение более знает, чем молодые. Это Фанни Ордан. Это прекрасная французская актриса, красивейшая женщина и большая-большая актриса. Поэтому вот она будет у нас на открытии кинофестиваля. Не могу также, конечно, в завершении нашего разговора не спросить вас о юбилейном театральном сезоне, 85-м. Какие планы? Поделитесь, пожалуйста. Были планы, недолго. Какие планы? Ну что, я бы хотел, чтобы люди в театре были согреты зрительским аплодисментами и зрительскими сердечным присутствием на 85-летие. Мы делаем целую декаду. А нет, я, наверное, неправильно говорю. Неделя будет юбилейная. 23 октября она начнется, научно-практическая конференция, и закончится 29-го показом спектакля. Среди них там будет вдруг... Я хочу, может быть, познакомить со своим творчеством. Мне будет немного лет 25 октября. И 27 октября будет юбилей. Это будет вечера, как это было всегда, на сцене театра. Актеры будут разыгрывать шутейки, капустники. Представьте, это будет зрелище. Я думаю, что сегодня мы этим занимаемся. И в рамках юбилея мы привезем снова наших американских друзей, японских, которые работали с нами, Москва и так далее. Ну, вот такие вот. Наверное, мы издадим книгу фотографий. Ну, чего-то такое полезное мы стараемся сделать. В первую очередь, пусть не обижаются зрители, для людей, служащих в этом театре, а есть люди, которые работали здесь по 50 лет. Счастье, что они живы и здоровы. Их немного, один или два человека. Поэтому вот так. Ефим Семенович, спасибо вам огромное за этот разговор. Спасибо большое. Нет, я рад. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин